Наша фирма поставляет запчасти для опрыскивателей и протравлителей, то есть для машин по химобработке растений. Запчасти к опрыскивателям это насосы для опрыскивателей, запчасти на эти насосы, фильтры, шланги, регуляторы давления, компьютерные системы. Ну, все, что используется на опрыскивателях, все мы поставляли. Но практически все это не делается в России, а все это зарубежное. Самые разные фирмы занимаются этим. Германия, Италия, Франция, Соединенные Штаты, Великобритания. В России этого не делали. И в России используется самая важная часть у опрыскивателя, это распылитель. И все распылители, все они зарубежные. Небольшую часть делает Белоруссия. Если он хочет обрабатывать поле фунгицидами, инсектициды, гербициды и так далее, то надо ему знать, какой препарат будет, контактный или системный. Если контактный препарат, то надо брать форсунку, которая дает распыл в виде тумана. Если системный или работать по ветру, то надо форсунку выбирать, которая дает крупную каплю. Капля имеет кинетическую скорость гораздо больше, чем у мелкой. Она пробивает ветер, она садится на лист, лежит какое-то время на листе и впитывается в лист. И тогда начинает работать вместе с соком растения. Эти форсунки называются крупнокапельные, антисносные, инжекторные. В основном инжекторные. Что такое инжекторные? Это подсос воздуха идет, перемешивание в камере самого распылителя. И он выскакивает мелкими пузырьками и крупными каплями. И эти капли достигают растения и лежат на нем. Если маленький распылитель, о котором я говорил, контактного действия. И чем больше давление, тем мельче капля, тем больше она обволакивает растения, тем эффектнее получается обработка, эффективнее. Это чревато тем, что при ветре снесет, при большой температуре испарится, не успеет долететь. Ну, в общем-то, свои минусы есть. Но они зато дешевые. Эти гораздо дороже. Если у человека возникает потребность, необходимость обработать растения спереди и сзади, то применяются двухфакельные. Они бывают тоже. И контактного действия бывают инжекторные. Они гораздо дороже, но они гораздо эффективнее. Это вот штанга опрыскивателя. Опрыскиватель движется. И вот один факел бьет спереди в растение, другой факел бьет сзади в растение. То есть обработка получается со всех сторон. Кроме того, он же еще 110 градусов в атаке, или 102 градусов в зависимости от конструкции. Он еще и с боков поливает растение. Вот это что касается двухфакельных. Обычно используют его при обработке гербицидами в начальной стадии роста. И, кроме того, очень эффективны они при обработке высокорослых растений, таких как овощников. Картофель, капуста. Вот он должен проехать и спереди обработать эту капусточку, и сзади обработать эту капусточку. Если однофакельный, он с одной стороны обработает, а дальше поехал. Двухфакельные бывают от дешевых, порядка 300 рублей, до дорогущих, которые стоят 2000 рублей. Ну, это, в общем-то, на качестве опрыскивания мало и зависит. Ну, дорогие, они применяются при больших скоростях. Они выдерживают большое давление, и поэтому... А при больших скоростях нужен большой вылив. Чтобы получить большой вылив, значит, надо дать больше давления. Вот поэтому вот эти вот дорогие распылители применяются. Производители самые разные. Это мы продемонстрировали фирму Lechler. Вот сейчас продемонстрирована фирма T-Jet America. Тоже двуфакельный. Собственно говоря, такие же факелы могут давать менее дорогостоящие распылители других фирм. Этот стоит больше 1000 рублей. Сейчас вам факел включу, посмотрите. Точно такие же струи дают и менее дорогостоящие. То есть надо... Надо разумно подходить ко всему. Потому что в конце концов нам нужны именно капли и нужны факелы тех, которые нужны по геометрии. А геометрия у них у всех одинаковая стандартная. При ягодному выводу агроном или фермер, что ему нужно выливать, допустим, 100 литров на гектар, в зависимости от препарата, он читает в инструкции по препарату, что его надо выливать 100 литров на гектар или 200 литров на гектар. Какими каплями? Крупными, мелкими? Он берет таблицу и выбирает. Ага, я буду ехать со скоростью... Допустим, у него туман, и он едет со скоростью 20 км в час. 20 км в час ему надо вылить 200 литров на гектар. Он берет табличку, смотрит, 20 км в час, 200 литров на гектар. Ага, это будет выливать серый распылитель при давлении 6 атмосфер. Но 6 атмосфер это много. Там дальше идет белый еще распылитель, там при меньшем давлении. То есть вот это для выбора, для нужного выбора распылителей. Ну и в то же время, если у него есть уже распылитель, скажем, красный, он может уже посмотреть, при каком давлении и при какой скорости сколько литров на гектар вылит раствора. То есть это очень нужная табличка. Причем здесь есть еще и диаграммы, какую каплю дает какой распылитель. Вот эта вот ось Х, это давление от 1 до 8 бар. Вот, величина вот этих точек, это показывает величину капли. Прямо натуральную величину. Вот такие вот капельки есть, вот такие капельки есть. Вот, и при каком давлении, какие распылители. Вот самые простые, это распылители стандартные, СТ. Вот они дают вот такую каплю при каком давлении? При 2 атмосферах, вот такую средненькую каплю. При 4 атмосферах уже начинается вообще мелкая капля, туман. Вот, чтобы получить крупную каплю на больших давлениях, надо распылитель взять ID, инжекторный, длинный такой. Ну, собственно говоря, вот и все. Они могут выглядеть по-разному. Надо, самое главное, иметь табличку к конкретному распылителю. Субтитры сделал DimaTorzok